Это программа День города. Здравствуйте! В студии Дина Исляева. В начале главные темы выпуска. Шведская команда Русенгорд приехала, чтобы сыграть с рязанскими десантницами в Лиге чемпионов. На работу с ребенком, как рязанцы, относятся к созданию детских садов и ясель при предприятиях. Миноискатели, устройства, помогающие обезвредить взрывчатку, привезли в 68-ю школу Рязани. Бойцы Росгвардии провели урок мужества. Женский футбольный клуб Рязань ВДВ сыграет в Лиге чемпионов. 12 сентября на стадионе ЦСКА состоится встреча со шведским Русенгордом. Однако, каким бы сильным ни был противник, нужно помнить, что это хрупкие девушки, приехавшие в другую страну. О том, как проходит знакомство шведской команды с Рязанью, расскажет Валерий Седов. Мы едем в Рязань. Именно с этой фразы можно начать знакомство со шведским женским футбольным клубом Русенгорд. Они прибыли в Рязань вечером 10 сентября, в понедельник, расположились в местном отеле и после сразу отправились на тренировку на стадион «Спартак». Девушки отметили, что устали после перелета и тренировки прошли в щадячем режиме. Пробежка, разминка и игра в мяч. В интервью игроки рассказали, что сам стадион немного старый, однако им понравился. На следующий день, 11 сентября, шведский футбольный клуб отправился на экскурсию в Рязанский Кремль. Что примечательно, весь путь от гостиницы до памятника архитектуры они прошли пешком. Каждый день футболисток расписан по часам, поэтому пешая прогулка – один из немногих способов познакомиться и с самим городом. 13 представителей шведского клуба могли бы спокойно сойти за туристов, вот только каждый выдает спортивная форма. Из-за нее даже в Рязанском Кремле к девушкам подходили обычные люди и желали им удачи. На прогулку по самому историческому месту было отведено буквально 10 минут. Представители клуба успели только мельком осмотреть главные достопримечательности. Город им понравился. Этот город сильно отличается от Швеции. У нас было совсем мало времени, чтобы прогуляться по Кремлю, но нам все понравилось. Рязань – город богатой архитектуры, много красивых мест. Это совсем другая культура, мне нравится ходить по городу и изучать его. В тот же день, 11 сентября, у шведского клуба «Русенгорд» прошла тренировка на стадионе ЦСКА, на котором и состоится матч Лиги Чемпионов. Здесь девушки выкладываются на все 100%. Как признается команда, задача одна – победить. Хотя они и говорят, что противник у них, Рязань ВДВ, довольно сильный. Мы знаем, что Рязань ВДВ достаточно сильный соперник, и надо основательно подготовиться к матчу. Мы смотрели игры Рязанского клуба, и сегодня вечером у нас будет собрание, где мы детально обсудим тактику предстоящей игры. Вечером того же дня клуб будет подробно изучать соперника. Стоит отметить, что Рязань ВДВ уже встречалась с «Русенгордом» 4 года назад, в октябре 2014-го. Прошлая встреча закончилась поражением региональной сборной со счетом 3-1. Перед первой встречей с клубом главный тренер Рязань ВДВ Константин Климашин назвал соперников женским «Реал Мадридом» из-за сильных игроков. За прошедшее время составы в обоих командах изменились, и теперь противостояние выйдет на новый уровень. Прийти на футбольный матч Рязань ВДВ «Русенгорд» может любой желающий. Он пройдет 12 сентября в 3 часа дня. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Нововведения из прошлого для молодых мам россиянка могут предоставить возможность ходить на работу с детьми дошкольного возраста и оставлять их в специально оборудованных помещениях прямо в здании организации. Что думают рязанцы об инициативе Минтруда России, выяснила Галина Кудряшова. Олеся Котровская – мама двоих детей. В первый декретный отпуск она ушла еще 4 года назад, однако выйти из него не может до сих пор. Дело в том, что старшая дочь Вероника ходит в садик, а младшую Ангелину принимать отказываются. Как только она родилась, я ее сразу поставила на очередь в детский садик, в ясельную группу 66-й. Но сейчас стало известно, что ясли закрыты. И закрыты не только в этом саду, но еще и в других садах, которые находятся в нашем районе. То есть рядом с нашим домом 66-й, 8-й и 119-й сад. Везде ясли закрыты. Из доступных вариантов только соседний район, но ездить туда девушке неудобно. К тому же, если она согласится, то потеряет очередь в садике рядом с домом. Для решения подобных проблем Министерство труда России предложило работодателям создавать детские группы прямо на рабочих местах. Это должно помочь женщинам выходить из декретного отпуска раньше трехгодичного срока. В Рязани подобная практика уже была. В 1982 году заработал ясли сад «Солнышко» приборного завода. В советские годы приборный завод был достаточно крупным промышленным предприятием. И, естественно, работало там очень много молодых людей, создавали семьи. Несмотря на то, что недалеко от нас на улице Семена Середы у приборного завода уже был детский сад, тем не менее, мест не хватало. Однако в 2000-х годах детский сад, рассчитанный более чем на 250 человек, передали городу. Он стал классическим муниципальным объектом, ведь содержать его предприятие стало накладно. Сейчас у нас практически, наверное, уже и не осталось детей сотрудников приборного завода. Но, может быть, у кого-то есть еще остались бабушки, работающие на приборном заводе. Мамы, папы у нас нет. Идею детского сада при предприятиях теперь возрождают в современном формате, когда мама и ребенок находятся рядом друг с другом. Однако предложение поможет лишь тем сотрудникам, которые могут совмещать работу с присмотром за детьми. Это нельзя сделать по щелчку пальцев человеку неопытному в этом. То есть, если делать этот проект, нужно брать людей, тех, кто этим вообще занимаются и занимались организацией вот такого вот совместного рабоче-учебного времяпрепровождения мам и детей. Основные затраты будут состоять из аренды. По ГОСТу на каждого ребенка должно приходиться не менее двух квадратных метров. Однако на практике требуется значительно больше. Ведь в детской комнате воспитанники будут питаться, спать и играть. А чтобы мама могла полностью сосредоточиться на работе, потребуются услуги няни. Ну, зависит от сотрудника. Если это особо ценный сотрудник, то да. То есть, здесь все экономически должно быть обосновано, смотря сколько он приносит. Ну, грубо говоря, вот у меня есть менеджер, да, я знаю, что она генерирует оборот полтора миллиона в сезон. Это много. То есть, чистыми она мне приносит явно больше сумму, чем которая будет стоить. Я и няню могу нанять. То есть, все нормально. Это да. А для сотрудников рядовых, ну, здесь, мне кажется, это не очень будет экономически обосновано. Скорее всего, затраты на содержание детской комнаты лягут на плечи родителей. А сумма будет сравнима с оплатой частного детского сада. К тому же, предпринимателям придется получать дополнительную лицензию. Сейчас разработка инициативы продолжается. Министерство труда просит предпринимателей присылать свое предложение до 1 июля 2019 года. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Плохой асфальт, старые деревья и хаотичное отключение электричества. С каждой из этих проблем сталкивались практически все жители города. Вот только есть в Рязани места, где все эти проблемы встречаются одновременно. Это улица Боголюбова, о которой и пойдет речь. Кажется, улица Боголюбова в Рязани стала настоящим камнем преткновения для всевозможных бед. Здесь и плохой асфальт, и старые деревья, которые нависают над линиями электропередач. Однако, самое главное напасть – это хаотичное отключение электричества. Происходят они как ночью, так и днем. И предсказать момент, когда в следующий раз жителям улицы Боголюбова не стоит загружать свои вещи в стирку или включать хлебопечку – невозможно. На ремонт бытовой техники уходит много денег. Из-за отключения электричества из строя выходят помповые насосы, размораживаются холодильники с едой. Только за неполные два летних месяца жители уже потратили около 15 тысяч рублей на ремонт оборудования. Наша телекомпания отправила запрос в администрацию города, который переадресовали в Россети. Организация сообщила, что в настоящий момент проводятся работы по замене оборудования. Отключения были, но связаны они с ремонтом. Также зафиксированы и аварийные отключения. В письме отметили, что на данный момент в филиале «Рязань Энерго» проводится расследование обстоятельств аварийных отключений линий электропередач с определением мероприятий по недопущению повторения аналогичных случаев. Остается надеяться, что подобных отключений в дальнейшем не предвидится. С остальными проблемами дела обстоят совсем иначе. Например, работы по опиловке деревьев на улице Боголюбова муниципальным контрактом в 2018 году не предусмотрены. Поэтому еще минимум три месяца старые ветки будут нависать над домами и линиями электропередач. Автодороги по улице Боголюбова также отсутствуют в перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту дорог на 2018 год. Однако в план мероприятий включены работы по заделке выбоин в асфальтобетонном покрытии. Изменится ли ситуация в следующем году, неизвестно. Все зависит не только от управляющей компании, но и от самих жильцов, которые могут своевременно сообщить обо всех проблемах в необходимой инстанции. Тогда план мероприятий будет составляться с учетом всех жалоб и предложений. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город. Миноискатели и другие средства, помогающие обнаружить и обезвредить взрывчатку, привезли сегодня бойцы Рязанского управления Росгвардии в 68-ю школу. Опасность ученикам не грозила. Для них провели «Урок мужества». Акция посвящена событиям, произошедшим в Беслане в 2004 году. «Урок мужества» от привычных уроков отличается тем, что миноискатель можно подержать в руках и даже с ним сфотографироваться. Бойцы Росгвардии привезли в школу технику, которую и учителя, и школьники до этого видели только в кино. Технический эндоскоп – устройство с управляемой камерой, которое позволяет осматривать труднодоступные места. Однажды его пришлось использовать и в Рязани, чтобы выяснить, что находится внутри коробки с проводами. В данном случае она не отходит, не садится, бегает вокруг этой коробки, что-то пытается даже покусать эту коробку, чуть ли не залезть туда. В общем, кинолога с собакой мы отвели. Взрывотехник экипировался в костюм, пошел к этой коробке, проделал отверстие, применил вот этот эндоскоп технический. В общем, в этой коробке был котенок. А вот если бы в Росгвардию сообщили о заложенном взрывном устройстве, его бы искали при помощи нелинейного радиолокатора. Сапер идет тратить здание по стене, да, то есть он может определить, что за стеной, это устройство пока что за стеной, находится взрывное устройство с элементами питания. Сотовый телефон, батареи какие-нибудь, радиостанции. Еще одно устройство выглядит как кейс с антенны, используется, чтобы подавлять радиосигнал. Устройство мобильное, то есть оператор, который выдвигается к взрывному устройству, да, может спокойно нести его в руках. Радиус действия, ну, порядка, наверное, 25-30 метров. Костюм, который надевает взрывотехник, прежде чем начать работу, тоже привезли на урок мужества. Он выдерживает высокие температуры, защищает от пуль и ударной волны. Правда, при этом и весит в полной экипировке до 40 килограммов. Школьникам предложили примерить шлем и защитную куртку. В нем немножко так непривычно, потому что он все-таки тяжелый и так, ну, сдавливает. Но при этом такие ощущения очень довольно-таки необычные. Собака, которая ищет взрывчатку, стала местной звездой. Из желающих ее погладить выстроилась очередь. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В регионе ородуют мобильные мошенники. Злоумышленники рассылают СМС-сообщения со ссылкой, после открытия которой со счетов пропадают деньги. Как не попасться на их уловки, знает Анна Малистова. За последние несколько дней на телефон Александра стали приходить весьма странные, на его взгляд, сообщения. Текст с просьбой срочно открыть ссылку и взглянуть на фотографию сразу вызвали у него подозрения. Честно говоря, мне это показалось очень странным. Ну, учитывая, что я постоянно сижу с компьютерами и прочим, то вероятность этой непонятной ссылки, что там может быть вирус, может быть какие-нибудь программы, которые могут списать денежные средства со счетов. То я, ну, собственно говоря, решил эту ссылку не открывать. К сожалению, не все такие же предусмотрительные, как Александр. Некоторые уже успели стать жертвами мобильных мошенников. Переходя по ссылке, вы автоматически переходите на сайт, который загружает вам вредоносную программу в телефон. Но обычно, когда вы уже прошли по этой ссылке, сразу же происходит списание денег со счета с банковской карты, которая привязана к этому телефону. Поэтому еще необходимо связаться с банком и заблокировать карту как можно быстрее. Сообщение приходит не только с незнакомых номеров. Зловредную ссылку может прислать ваш знакомый. Это происходит в случае, если ваш друг уже стал жертвой мобильного мошенничества, и злоумышленник получил доступ к его контактам. По словам специалистов, отличить вредоносную ссылку от обычной нетрудно. Ссылки на вирусные сайты обычно содержат не текст, а просто набор несвязанных между собой символов. Главный способ избежать списания средств – ни в коем случае не открывать ссылку. А чтобы такие сообщения и вовсе не приходили, стоит установить на телефон программу «Антивирус». Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 2,2 миллиарда рублей на дорожное строительство получит Рязанская область в 2019 году. Это дополнительные средства, которые позволят увеличить субсидии муниципальным образованием на ремонт наиболее проблемных местных дорог. По данным регионального правительства, министру транспорта и автодорог региона Андрею Савичеву губернатор поручил вести активную работу с федеральным центром. В следующем году планируется завершить обход города Сасово. Региону обещали финансовую помощь и в реализации этого проекта. Дорожает не только ремонт дорог. Как пишет интернет-газета «Вид сбоку», реконструкция здания бывшего кинотеатра «Москва» обойдется областному бюджету в 110,5 миллионов рублей. Ранее министр финансов Рязанской области Марина Наумова сообщила, что на эти работы из облбюджета выделят 70 миллионов. Подрядчика определят на аукционе 1 октября. Работы по реконструкции зданий планируются завершить 30 ноября 2019 года. Здание кинотеатра площадью 1661 квадратный метр находится на Московском шоссе. До 2016 года здесь находился арт-клуб «Планетарий». Оказавшись на грани банкротства, клуб переехал. Здание перед на областью в 2017 году. Осень для многих ассоциируется с гриппом и простудой. С первыми похолоданиями люди активно скупают в аптеках антибиотики и витамины. Некоторые проходят вакцинацию. Как вылечить грипп, а еще лучше не заболеть в нашем следующем сюжете. Буквально каждую осень врачи с телеэкранов рассказывают о появлении все новых и новых вирусов гриппа. И о том, как важно от него защититься. Что примечательно, каждый год в России появляется все новый и новый вирус. Причина проста – он мутирует. Чтобы быть готовым к сезону болезни, первым делом надо узнать о том, какой именно штамм ожидается. Согласно прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения, ближайшей зимой в России ожидается сразу несколько штаммов гриппа. Это Брис-Бен, относится к вирусам группы В. Он способен поражать только людей. Хонг-Конг – это штамм относится к группе А. И более опасен, так как может передаваться от животных и птиц. И Мичиган – это разновидность гриппа, относится к группе А. И опасно по сравнению со своими собратьями тем, что может вызвать серьезное осложнение. По словам врачей, самый верный помощник против гриппа – это сильный иммунитет. Однако, это не стопроцентная защита. Врачи рекомендуют пройти вакцинацию. Для этого достаточно посетить свою поликлинику, и в регистратуре подскажут, к кому и куда обратиться. Осложнений после вакцинации нет. Может только поболеть вместо укола или немного подняться температура. Противопоказание одно – аллергия на куриный белок. Для того, чтобы не заболеть, стоит избегать мест большого скопления людей, одеваться по погоде, а также свести контакты с зараженными до минимума. Другая проблема – это если человек уже заболел гриппом или простудой. Симптомы известны многим – больное горло, высокая температура, слабость. В таком случае стоит посетить врача или вызвать его на дом. Только доктор сам самостоятельно может, осмотрев больного, правильно поставить диагноз, правильно его сформулировать и назначить необходимую терапию. Заниматься самолечением врачи не советуют. При неправильном подходе к выздоровлению могут возникнуть осложнения. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Всероссийский день бега в Рязани традиционно отметят кроссом нации. Забег состоится 15 сентября. Участников ждут дистанции от 1 до 3 километров, которые разбиты по разным возрастным категориям. Старт будет дан от площади Соборной. Александр и Мария Еменины познакомились на беговой дорожке. Они вместе ездили на соревнования, занимались у одного тренера. Даже беременность не смогла прервать совместных тренировок. Мария – мастер спорта по легкой атлетике, победитель чемпионата Европы и обладательница высшего мирового достижения на дистанции 2000 метров с препятствиями, вновь готовится выйти на старт. До шестого месяца беременности я бегала, то есть тренировалась. Потом плавала, регулярно занималась гимнастикой. А после родов буквально уже через 10 дней вышла на первую тренировку. То есть и понеслось все по-новому. Вот сейчас мальчику 5 месяцев. В качестве первого старта после перерыва Мария выбрала кросс-наций. Он пройдет 15 сентября одновременно во всех городах страны и будет приурочен к Всероссийскому дню бега. Девушка пробежит дистанцию 3000 метров по родному городу. Старт будет дан от площади Соборной. Без бега, без вот этого драйва, без вот этих эмоций, уже не мысли жизни. И даже вот последние месяцы беременности, они были невыносимо жуткие именно в психологическом плане, потому что не было вот этого движения, не было вот этой вот зарядки. И поэтому сейчас все это хочется быстрее, яростнее восполнить. Участие в кроссе-нации бесплатное. Достаточно зарегистрироваться по адресу улица Ленина, дом 35, или прийти за час до первого старта. Участников ждут дистанции в 1,3 километра. Каждый сможет пробежать в своей возрастной группе. Кто хотел первый раз принять участие, надо тренироваться до этого. То есть не так, что просто сразу результат не покажешь наивысший. Ну, если кто-то первый раз участвует, то это надо спокойно просто поучаствовать в этих соревнованиях, выйти, пробежаться в удовольствие. Александр – мастер длинных дистанций. Своим главным достижением он считает бронзовую медаль на чемпионате России по полумарафону. На старт в родном городе он выходит уже более 15 раз. По городу бежать мне наоборот нравится, потому что люди, которые бегут с тобой и которые проходят мимо, то есть все видят тебя, поддерживают. То есть это намного зрелищнее. Стоит отметить, что выйти на старт могут не только жители Рязани. В каждом муниципальном образовании области пройдет свой кросс-наций. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok